Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любопытство, естественное состояние малышей. И задача педагогов – не пресекать исследовательскую активность детей, а наоборот – активно помогать. В детском саду «Росинка» уже в течение двух лет воспитатели делятся опытом работы в этом направлении с молодыми коллегами из других детских дошкольных учреждений. В работе очередного семинара-практикума, организованного в рамках деятельности инновационной площадки, принимала участие и наша съемочная группа. Руководитель инновационной площадки Светлана Кузнецова считает, что лучше показать на практике, как проводится исследовательская работа с детьми. Детство – это именно то самое замечательное время, та самая радостная пора, когда происходят новые открытия. Участники семинара-практикума – 27 педагогов белореченских дошкольных учреждений – отправляются в путешествие. На каждой станции их ждут маленькие исследователи. Через игру воспитатели помогают малышам исследовать окружающий мир. Из чего получаются мыльные пузыри? Что там есть? Воздух. Воздух, еще что? Кроме воздуха, еще что? Мыло. Мыло, еще? Вода. Юные ученые всерьез заняты своей исследовательской работой. Они хотят узнать, что же растворяется в воде. Станция «Цветочная» представляет собой большую цветочную клумбу. И цветы здесь самые разные. Вот, за лепесточек держите. А теперь подуйте на красный цветочек. Дуем, дуем. Он красный, правильно. Он летит. Значит, он легкий, ребятки. Он легенький. А давайте на белый подуем. Ну-ка, давайте вместе. Летит? Нет. И у меня не летит. Значит, он тяжелый, поэтому он не летит. А эти ребята очень любят спортивные игры. И взрослые с удовольствием включаются в игру. Иди-то, ты-то, 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 ты-то. Твои, ты-то, ты-то, ты, 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 ты. Обруч, стараемся попасть. Опытные воспитатели знают, через игру дети быстрее усваивают новые знания. И даже самый маленький ребенок способен делать большие успехи в познании окружающего мира. И посмотрим, что пропускает в воду. Вот так раз, все. Скажите мне, пожалуйста, вы смогли воздух поймать или нет? Да. Познавательно-исследовательская работа всегда строится с учётом возраста ребёнка. Воспитатели передают опыт в этом направлении не только молодым коллегам, но и родителям, помогая им в развитии детей. В детском саду «Росинка» уже в течение двух лет действует инновационная площадка, в рамках которой проводятся семинары-практикумы. Такие мероприятия очень важны в нашей работе. И как для тех, кто достаточно долго проработал, и для начинающих специалистов, я стараюсь не пропускать метод объединения, который проводится на базе 10-го детского сада. Здесь всегда интересно, всегда всё очень грамотно построено, очень много информации. Я сторонник исследовательской деятельности, я очень люблю делать эксперименты с детьми. Это всё увлекательно, интересно, всё это их так затягивает. Они отключаются, они не замечают ничего вокруг себя, они все в этом процессе. Это очень интересно и полезно. Смогут ли маленькие дети станцевать под сложную классическую музыку? Специалисты инновационной площадки выбрали для своеобразного эксперимента композицию «Вивальди». Скоро поднимаются волны, всё выше, и выше, и выше. Ну, а мне девчачкам не страшно. Они на берегу и взяты с водой. И дети показали, что способны тонко чувствовать музыку, через движение тела передавать свои эмоции. Наши воспитатели с удовольствием делятся своим опытом. И, в общем-то, отзывы, которые оставляют участники семинаров, всегда говорят о том, что мы не зря работали. Спасибо всем нашим воспитателям и тем, кто приходит к нам в гости. Наталья Пугачёва, Сергей Чернецов. События и люди.